Наступил июль. Началось самое жаркое время года. Отцвели цветы и медоносные травы. Отцвела акация. Пчелки на работу не летали. Утром до наступления жары они вылетали, кружили над пасекой и, не найдя медоносных цветов, возвращались в ульи. Внутри улья рабочие пчелы выгоняли трутней, таким образом освобождаясь от ленивых ртов. Трутни сиротливо сидели на прилетной дощечке напрасно, пытаясь проникнуть в улей, так как пчелы-сторожа надежно охраняли летки. Когда в природе нет взяток, пчелы-сторожа особенно старательно охраняют летки от пчел-воровок. И как бы тщательно они не охраняли свои улья, все же находились такие проворные пчелы-воровки, которые, несмотря ни на что, проникали в ульи, чтобы украсть чужой мед. Создавая в пчелиной семье панику и отвлекая рабочих пчел от работы, пчелы-воровки стремились убрать пчеломатку. Это было сложное и рискованное дело, потому что пчеломатка охранялась свитой, которая охраняет ее, кормит и чистит. Стоило только появиться чужой пчеле в улье, как все пчелки поднимали тревогу. Пчелки-охранники окружали пчелу-воровку, обкусывали ей крылья, затем выносили из улья, поднимали ее высоко над землей и бросали на землю. Но даже такие жестокие меры иногда не помогали. Пчелы-воровки стаями атаковали более слабые ульи и грабили их. Еще в улье происходило иногда странное поведение пчел. Они сами разгрызали свой расплод и выбрасывали его из улья, тем самым лишая себя рабочей смены. Пчеловоды с тревогой наблюдали за поведением пчел. Ждать дольше нельзя. В степи буранов цветов уже не осталось, кроме редких цветов молочая, которые засыхали от палящего солнца. В этих степях нет другого медоноса, кроме молочая. Мед от него темно-коричневый, горьковатый на вкус, с редким приторным запахом. Сначала на весах контрольного улья была прибыль. Так продержалась неделю. А затем привес стал падать. Несколько дней продержался на одной отметке и резко пошел на убыль. Пчеловоды угрюма наблюдали за своими пасеками. Их было двое. У первого пасека была большая. Для ее перевозки приходилось брать две грузовые машины. Все у этого пчеловода было устроено по-хозяйски, со знанием дела. Кроме ульев у него было еще два деревянных домика. Один на колесах, предназначенный для жилья, другой поменьше, приспособленный для курятников. Пчеловод Дидура был пожилой мужчина на пенсии. На пасеку он ездил со своей женой. По молодости они были добрыми и приветливыми. Но многолетнее пчеловодство, погоня за деньгами сделали обоих злыми и алчными. В Бога они не верили. И людей не стыдились. Второй пчеловод сильно отличался от первого. Ульев мало, домик маленький фанерный. Это был начинающий пчеловод Иван. Молодой, богобоязненный, честный и неопытный. Он старался угодить каждому, но ни на какие махинации не шел. Потому что боялся Бога. На пасеку он приезжал с женой и пятью малолетними детьми. В маленьком домике семье было довольно тесно. Еду приходилось готовить на костре. После 12 лет работы на заводе токарем, Ивану сделали операцию на глаза и запретили работать токарем. Он вынужден был искать доход на семью, в которой недавно родился пятый ребенок. Старшему сыну было 12 лет. Он был главным помощником отцу. А младший лежал сейчас в пустом улье и сосал бутылку с кашей. Вся надежда была на пчел, которые были приобретены в долг. С компаньоном Дидурой он оказался случайно. Дидура пристроился к Ивану, когда тот приезжал в Бураны после цветения акации. Дидура с весны наблюдал за Иваном. Он решил привлечь в свои компаньоны этого молодого, честного и бесхитростного человека. У него были свои планы на Ивана. Раньше Дидура обходился вообще без компаньонов. Он говорил, «Моя компания – я и моя жена Валентина». Но теперь ему был нужен компаньон. Дидура собирался в Москву к сыну на свадьбу, а жена Валентина оставалась на пасеке. Теперь же, приехав в Бураны первым, он расставил улье весь инвентарь и стал ждать Ивана. Увидев подъезжающую машину Ивана, Дидура с женой вышли им навстречу. Дидура выставил свои условия, чтобы Иван поставил свою пасеку не рядом с ними, как это принято в компании, а на расстоянии 300 метров. И не там, где должно, а там, где укажет Дидура. Он был опытным пчеловодом и знал все тонкости этого дела. В таких местах он бывал уже не раз. Он рассчитывал усилить свою пасеку за счет пчел Ивана и таким образом взять больше меда. Он решил расставить улье Ивана таким образом, чтобы нагруженные медом пчелы сгонялись восточным ветром в улье Дидуры. В Буранах в это время во все века дул сильный восточный ветер. Иногда он был настолько сильным, что в течение дня мог изменить весь ландшафт. Иван, хотя и был неопытным и начинающим пчеловодом, но знал, что так ставить пасеку нельзя, объясняя Дидуре, что так погибнет вся пасека. Но тот был неумолим. Другие пчеловоды в таких ситуациях ругались и даже дрались, но Иван, как человек верующий, уступил и сделал так, как хотел Дидура. Улья разгрузили, и машина уехала. Дидура с женой ликовали. Иван с семьей собрали свой домик, вошли в него и опустились на колени, изливая перед Богом свои надежды, страхи и тревоги, прося помощи и защиты. На другое утро Иван заметил, что настроение Дидуры изменилось. В общении появилась враждебность. Иван удивился. Ведь он все сделал так, как он хотел. Что же случилось? Ты еще спрашиваешь? Злился Дидура. Небывалое явление! Ветер поменял свое направление! Такого никогда не было! Теперь я остался без пчел и меда! Иван с семьей удивлялись чудесам Божьим и благодарили его за помощь. Укреплялась вера их, как две тысячи лет назад Господь по просьбе учеников запретил ветром и морю, так и теперь, по молитве семьи Ивана, он изменил направление ветра. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. В пчеловодной компании пошел разлад. Общения не было. Дидура с женой не хотели даже видеть Ивана. Нужно было переезжать на другое место, тем более, что цветение закончилось. Куда бы поехать теперь? В горы? Там цвела липа. Дидура знал много хороших мест, но не хотел говорить о них Ивану. С трудом нашли грузовые машины для переезда. Погрузили обе пасеки и поехали в лес Чечена-Ингушетии. Накануне прошли дожди, в горах размыло дороги. С трудом нашли грузовые машины для переезда. Погрузили обе пасеки и поехали в лес Чечена-Ингушетии. Накануне прошли дожди, и в горах размыло дороги. Шофера отказались ехать в горы и выгрузили ульи на дороги. Гневу Дидуры не было предела. Он кричал, чтобы Иван убирался со своей пасекой на все четыре стороны. После нескольких неудачных поисков, наконец, нашлась военная машина. Солдатики согласились погрузить пасеку Ивана и перевезти через перевал. А Дидура остался на дороге. Так Иван со своей семьей и пасекой оказался в горах Алкуна. Место это было поистине дикое. В радиусе девяти километров не было присутствия человека. В самой чаще леса. В разных местах виднелись башни-могильники, сложенные из гладких сланцевых камней. Такие строения воздвигались древними кавказскими народами. Вокруг наросли вековые деревья, и заросло все кустарником, что свидетельствовало о том, что сотни лет сюда никто не проникал. Но раз есть могильники, значит, здесь когда-то были места обитаемы. Вблизи от пасеки Иван обнаружил родник с чистейшей вкусной водой, которая стекала в пропасть и попадала в бурную реку Фортангу. Пропасть тянулась на несколько километров и была так глубока, что реку не было видно, а только доносился ее шум. Улья и домик расставили на склоне горы. Вокруг было очень красиво. Альпийские луга, склоны гор, покрытые редкими цветами, лес благоухал от цветущей липы. Это был райский уголок. Иван смастерил из прутьев нехитрую мебель, из глины и камней соорудил печь, а также выкопали погреб для хранения продуктов. Дети бегали вокруг, помогая отцу в работе, и все были очень счастливы. Вечером дети укладывались спать, а Иван допивал чай, любовался закатом. Неслышно подошла молодая лисичка и, став передними лапками на стол, стала обнюхивать стоящую на столе посуду. Она совершенно не боялась присутствия человека. Дети были просто в восторге. В этом лесу было множество диких зверей. К роднику по ночам приходило стадо диких кабанов, которые там дрались и визжали всю ночь. Приходили зубры на водопой, косули, медведи. Днем можно было видеть рысей, которые наблюдали за людьми из леса. Однажды утром жена Ивана рассказала ему свой сон, что видела во сне стаи волков, которые окружили пасеку и хотели растерзать пчеловодов. Только она закончила свой рассказ, как они увидели направляющуюся к ним машину. Из машины вышли четверо мужчины и подошли к Ивану. «Мы тоже пчеловоды. Мы ехали по вашим следам. Здесь очень хорошо. Ваше место нам понравилось. Давайте знакомиться. Магомед». Другой тоже назвал себя Магомедом. И третий. «А тебя?» «Иван». Все дружно рассмеялись. «У русских все Иваны, а у ингушей Магомеды». «Мы решили сегодня ночью приехать к вам. У каждого из нас своя пасека. Мы расставим своих пчел вокруг тебя. Побудем недолго и уедем». «Почему именно вокруг меня, а не на других полях?» Удивился Иван. «Ведь вокруг много красивых полян. Мы не ради меда сегодня ночью приедем». С этими словами они уехали. Когда Магомеды сказали, что поставят пчел вокруг пасеки Ивана, он посмотрел на жену. «Так вот к чему сон. Эти Магомеды имеют злые намерения». Обстановка на Кавказе неспокойная. Видимо, Господь, проникающий сердца и знающий помышления и намерения сердечные, решил в своем божественном плане предупредить Ивана через сон. Семья обратилась в мольбег к Господу с просьбой сохранить и защитить их в этом диком месте. Всю ночь они не спали, ожидая вероломных пчеловодов. Но к утру их сморил сон. Никто так и не приехал. Наутро Иван пошел вдоль дороги, откуда должны были приехать Магомеды. Пройдя немного, он заметил следы машины, уходящие в пропасть. Невдалеке сидел один из Магомедов, и Иван подошел к нему. — А, это ты, Иван. Почему сразу не сказал, что ты верующий? С верующими мы не связываемся. Мы хотели забрать твоих пчел. Твой Бог заступился за тебя. Мы ехали к тебе ночью, и оползень столкнул нашу груженную машину в пропасть. Все погибло. Иван вернулся на пасеку и все рассказал. — Как велики дела твои, Господи! Не могу постигнуть! — молился Иван с семьей и слезно благодарил Бога за защиту. Ингуши боятся Бога. С того момента пасечника Ивана никто не беспокоил. После буранов пчелы заметно окрепли. В этом лесу при изобилии цветов и теплой погоды на рамках заблестел мед. Чтобы аромат свеженакачанного меда не привлекал медведей, Иван накачал флягу меда, решил отвезти домой в город. Привязав флягу к заднему сиденью мотоцикла и попрощавшись с семьей, он поехал в город. Наступила ночь. На небе загорелись яркие звезды. Здесь, в горах, эти звезды были особенно яркими. Дети устроились поудобнее в кроватях, и мать стала беседовать с ними о послушании Богу и страху Божьему. Заключение она сказала. В Библии Екклесиаст советует «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное, хорошо оно или худо». Екклесиаст 12.13 Дети не были настроены на серьезную беседу и никак не могли понять, что значит бояться Бога. Мать решила отложить беседу до следующего раза. Все вместе стали на колени, прося Бога о благословении на ночь. Во время молитвы в тесноте кто-то из детей кого-то ущипнул, другой хихикнул, остальные подхватили. Встав с колен, мать пыталась их пристыдить, но дети продолжали веселиться. Вдруг ударил гром. Это было так неожиданно и так грозно, что все затихли. Затем еще и еще. В горах эхо повторяло любой звук, и грохот грома был ужасен. Он гремел, не переставая. Казалось, в ушах лопаются перепонки. Молнии, как мощный прожектор, освещали маленький домик и ульи на поляне. Каждый удар грома был все сильнее и сильнее. Хлынул дождь. Косые струи дождя били в боковую стену домика, стоящего на склоне горы, раскачивая его. Хотя домик был привязан веревками к вбитым в землю столбикам, но от дождя глина размокла и веревки ослабли. С минуты на минуту домик мог покатиться в пропасть. Оглушительные раскаты грома, шум падающих деревьев создавали невероятный ужас. Крупные деревья, растущие на склонах, и подмытые дождем не могли устоять, и с грохотом валились в пропасть, сгребая за собой кустарники и глыбы камней, оторванных от скалы. Вся эта жуткая картина могла свести с ума любого хорабреца. А в маленьком домике, готовом вот-вот скатиться в пропасть, были пятеро детей с матерью. Они сидели тесно, прижавшись друг к другу, и громко плакали. Затем встали на колени и стали умолять Бога о прощении и помощи. Каждый, как умел, просил прощения за свое неблагоговейное поведение во время молитвы. Каждому стало ясно, что это Господь послал им такой гром и молнии, чтобы научить их страху Божьему и благоговению пред Ним. Молитвы были слезными и искренними. И гром перестал. Стих дождь. Наступила необычная тишина. Мать поцеловала детей, и все уснули безмятежным сном. Солнце было уже высоко, когда послышался звук подъезжающего мотоцикла. Отец открыл двери домика и спросил, что тут случилось? Откуда столько воды? Ульи плавают, все размыто. Дети наперебой стали рассказывать про ночную страшную грозу. «Получается, что дождь был только на этой поляне?» Сказал Иван. «Вся дорога сухая и пыльная, нигде ни капельки воды, а на этой поляне все залито водой. Выходит, дождь и гроза были только для вас. Но почему?» Тогда мать рассказала грустную историю о том, как дети небрежно отнеслись к молитве. Ведь они не могли понять, что значит страх Господень и что означают слова «бояться Бога». Иван с детьми весь день наводили порядок на поляне, а вечером сели читать Библию. Еще раз отец прочел слова царя Соломона, адресованные его сыну. «Сын мой, выслушай сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека». Дети внимательно слушали, теперь все было понятно без объяснения. «Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь в тот дом хозяина войдет». Благословен тот дом, Благословен тот дом, Благословен тот дом, где в тихий час молитвы Духом Святым Господь касается сердец, где радости, счастья, любви в избытке и благодать излил Небесный наш Отец. «Благословен тот дом» Благословен тот дом, где старость уважают, где веру свято берегут из рода в род. Слада Творца и Библию читают, и возрастают в мудрости из года в год. Благословен тот дом, 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 Субтитры создавал DimaTorzok